Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжим наш рассказ про обрезку деревьев. Сегодня речь пойдет о плодовых. Мы хотим показать с Викторией Семьиной, как правильно обрезать груши. Здравствуй, Вика. Да, привет, Андрей. Здравствуйте всем. И начнем мы с вами с обрезки молодого саженца. Ему на вид, ну, года четыре, наверное. Вика, расскажи, пожалуйста, что тут у тебя в этой баночке? Значит, в этой баночке у меня хлоргексидин. Но в ней мог бы быть и медицинский спирт, и в ней могла бы быть водка. В общем, нам нужно что-то, что будет обеззараживать. Это очень важный момент при обрезке плодовых деревьев. И переходя от растения к растению, мы обязательно дезинфицируем секатор. Это принципиальный момент, который просто без него лучше в сад не выходить. То есть, если у вас есть секатор, но нет дезинфицирующего средства, вы в этот день не режете. Вы идете в аптеку или идете в виноводочный магазин, покупаете там дезинфицирующее средство и возвращаетесь заново в сад. Принципиальный вопрос, да? Это принципиальный момент, да. Таким образом, мы обезопасим свой сад и сделаем его более здоровым. Ну, я оставлю тебя наедине с грушей сейчас, чтобы ты уже могла рассказать поближе всем на камеру, как правильно обрезать, где и что именно. Хорошо, спасибо. Значит, смотрите, тут, как я повторюсь, уже сказала, что тут довольно молодое дерево, ему буквально года четыре, наверное, скорее всего. Значит, нам нужно посмотреть на него снизу доверху. Что мы видим? Значит, у нас имеется некая опора, которая явно недостаточно как по высоте, так и по своей жесткости, да? То есть, эта опора должна быть заменена в этом сезоне абсолютно точно и желательно бы прямо вот в момент обрезки, вот, для того, чтобы сразу к ней и зафиксировать, да? Значит, мы видим пластиковый хомут, который уже практически пережимает, то есть, его тоже нужно снять и заново переустановить уже другой, более широкий. А дальше, то есть, ниже, мы видим вообще великолепное. Смотрите внимательно. Вот здесь толщина ствола у нас чуть больше, чем здесь. Почему? Потому что у нас есть некая завязочка, вот этот вот зеленый тросик, а под ним еще некая веревочка или какая-то кусочек ткани, в общем, что-то. И вот это что-то, оно было намотано уже, наверное, сезона два назад, но, в принципе, могло быть даже намотано и в прошлом году, потому что молодое дерево, оно очень быстро растет и утолщается ствол довольно быстро. И так как произошло вот это вот пережатие, то дерево росло, а вниз питательные вещества сверху не поступали. Здесь ствол тоньше, а здесь толще. И вот это нужно будет срочно-срочно нам убрать. Это то, что нам нужно сделать, будет прямо сегодня. С этим разобрались. Дальше. Значит, как видите, здесь еще никакие скелетные ветви не были обозначены. Нам нужно с этим определиться. Значит, ветки, как вы видите, растут, ну, можно сказать, вот с 40 сантиметров, да, с высоты сидения стула, может, даже с 35-40. И вот эти ветки, конечно, скелетными быть не могут. Убирать ли нам их сейчас? Что произойдет, если мы их сейчас уберем под ноль? Питательные вещества транзитом через эту зону будут поступать выше. И здесь у нас будет ствол толщаться намного медленнее. Нам это не надо. Поэтому под ноль эти ветки убирать мы не будем. Если мы с вами посмотрим, да, вот это вот побеги прошлого года, видите? Вот они. У них цвет коры прямо отличается. Они такие более оливковые, да? Вот они идут. Это побеги прошлого года, 19-го. А вот это побеги 18-го года. Так вот мы можем поступить как? Мы можем либо полностью обрезать на побег 18-го года и оставить только вот эту вот часть, либо здесь чуть-чуть тоже обрезать и оставить вот такой какой-то небольшой фрагмент вот этой ветки. И таким образом в следующем сезоне, в 21-м году, получить вот здесь вот уже некий урожай. Давайте поступим по этому пути и пойдем. Значит, что нам для этого нужно? Для того, чтобы получить урожай на этой ветке в следующем году, мы выделяем 4 почки. Раз, два, три, четыре. И режем. Вот таким образом. То же самое поступаем здесь. Раз, два, три, четыре. И подрежаем. Опа! Срез должен быть прямой. Ты знаешь, на таких ветках это не принципиально. Если мы имеем ветку, которая смотрит вверх, да, и которая является частью проводника, то там лучше делать срез под углом, чтобы на нем не скапливалась вода, чтобы она стекала. Но если у нас ветка, которая смотрит под углом, да, то это не принципиальный момент. Значит, принципиальный момент какой? Нельзя резать прямо вплотную к почке. Это очень важно. Очень многие это делают, к сожалению. То же самое. Раз, два, три, четыре. Резанули. Все. Так. Ну и, соответственно, вот с этими ветками мы поступаем точно так же. Вот эту ветку я вырежу в ноль, потому что она слишком низкая. И смысла от нее получать плоды, в общем-то, как бы и нет. Здесь, наверное, то же самое. Смотрите, я вот эту обрежу. Повторюсь, вот эти все ветки мы режем только на полношение. И вот здесь вот раз, два, три, четыре. И резанули. Так. И здесь то же самое. Так. Значит, теперь погнали. Смотрите, у нас идут скелетные ветки. Одна, вторая, да. Почему мы их выбираем и считаем, что они нам подходят. Угол отхождения от проводника не меньше 45 градусов. Это тоже принципиальный момент. Если у нас будет вот такое угол отхождения, то когда у нас здесь с вами будут плоды, она обломается таким образом, что она попадет, вот эта вот расщелина пойдет внутрь основного ствола. И это будет, в общем-то, катастрофично для дерева. Нам придется тогда просто обрезать и выводить отсюда новый проводник. Это принципиальный момент, поэтому углы меньше 45 градусов не допускаются. Вот. Поэтому вот эту ветку мы оставляем. Видите, тут плодушка. То есть тут уже было плодоношение в прошлом году. Поэтому вот здесь вот мы обрежем так же на четыре почки. И будем здесь ждать урожай. Вот. И здесь мы поступим точно так же. Хоп. Вот. А это у нас уже скелетная ветка. И теперь мы должны принять решение, где мы будем ее обрезать. Естественно, так как это груша, и у нее видно совершенно, что ветки у нее идут вверх. Есть плакучие формы. Это от сорта зависит. Бывают сорта плакучие. Но у груш – это редкость. Вот. Тут ярко выражено все вертикально. Поэтому будем резать на внешнюю почку. Не на внутреннюю. Потому что если мы обрежем на внутреннюю почку, мы получим опять какой-то вот очень вертикально растущий побег. Нам этого не нужно. Поэтому я буду резать, скорее всего, вот на эту почку. Вот смотрите, она идет у нас в эту сторону, да. Если бы я, например, порезала вот на эту почку, у нас бы ветка туда пошла. Но у нас и так тут, видите, что-то растет, не надо. Вот. А вот эта почка вполне нас устраивает. Берем и на нее режем. Вот таким образом. Вот. Теперь вот эту смотрим. Вика, вот скажи, а вот этот вот момент? Вот здесь вот такая веточка с развилочкой, она вся растет вовнутрь. Вот это мы оставляем или обрезаем? Это мы тоже обрежем, конечно. И сейчас давай вот с этими скелетными ветками определимся. И сейчас до той дойдем. Сейчас мы тоже этим займемся. Значит, здесь у нас с одной стороны дерево почему-то вот и так сюда пыталось перекоситься. Ну, в принципе, почему это понятно? Потому что там у нас юг, да. Но мы это дело исправим. Мы уберем вот этот вот колышек, поставим нормальный, высокий, где-то метра два, и подвяжем. То есть это мы сейчас решим. Но если у нас все ветки будут сюда формироваться, то будет вот этот перекос дальше идти. Поэтому, в принципе, нам желательно, чтобы ветка потом в итоге смотрела немножечко туда, вот ближе к западу. Поэтому я вот оставлю вот эту, наверное, почку. Вот так вот. Отлично. Так. Значит, теперь вот это вот мы оставляем только на оплодоношение. А вот здесь надо смотреть. Значит, вот здесь у нас ветка идет сюда. И, в общем-то... В принципе, она, наверное, довольно скоро будет конкурировать с этой веткой, да. Это у нас первая скелетная ветка. А это получается первого порядка. А это уже получается с таким разбегом, что это второго порядка. Между ними должно быть сантиметров 60. Но я здесь вижу максимум 40. Поэтому все-таки, как скелетная, она, наверное, не перспективна. Но если сохранить ее до обрезки следующего года? Нет, смотри, мне кажется, что в этом контексте вот это более перспективно. Видишь, она, в общем-то, даже вот как бы из одного места. Но, видишь, уже от нее до этой ветки расстояние совершенно другое. Поэтому я бы вот это вот, наверное, оставила. Вот это вырезала на кольцо. Сейчас. Вот так. Убираем. Да? Это на плодоношение оставили. Ну, а вот то, что вот эти вот две ветки вот так вот близко... Подожди, этой ветки не будет. Я думаю, что мы ее сейчас уберем. Мы здесь оставим вот эту, а эту мы уберем. Причем мы ее уберем тоже в ноль. Так. Ну вот, мы заменили опору. Теперь мы сейчас подвяжем к ней нашу грушу. Желательно зафиксировать не в одном месте, как минимум в двух. Так, есть. Тоже есть. Так, отпускай. Так, вот. Ну вот она выпрямилась. Совсем другое дерево, да. Значит... Вика, я хотел спросить, да, вот ты оставила два таких пенька при росте прошлого года. Для каких целей? Да. Вот смотри, вот эти вот ветки у нас оставлены просто для того, чтобы у нас штамп набирал нужную толщину. Вот. Потому что если он будет хлипким, то дерево будет туда-сюда. У нас, скорее всего, будет большое, хорошее плодоношение. И, естественно, что штамп нам нужен очень прочный. Поэтому эти ветки оставили. Значит, почему я не вырезала эти ветки в ноль, да? Это, напомню, приросты прошлого года, 19-го. Значит, я обрезала на четыре почки. В этом году что произойдет? Верхние две почки выдадут нам побеги. Ну, вот примерно такие же. А вот эти другие, вот две почки, которые у нас растут прямо вот от 18-го года, да, они у нас заложат цветочные почки. В следующем году мы с тобой подойдем к этому дереву и обрежем вот эти вот верхние две почки до цветущих. То есть мы с тобой сейчас формируем вот эту вот плодовую часть. Поэтому мы оставили четыре с тем учетом, что мы в следующем году весной вот эту часть уберем. И здесь у нас останется плодоношение. То есть эти ветки нам нужны еще года на три, на четыре, и пускай они плодоносят. Ну, вот смотри, то, что мы сейчас делали, это обрезка именно молодых деревьев. То есть обрезка более взрослой груши будет происходить совершенно по другой схеме, насколько я понимаю. Смотри, если мы говорим о дереве, к которому раньше тоже подходил человек, который знал, что он делает, то там, скорее всего, уже заложен основной каркас. То есть определены скелетные ветки первого яруса, второго яруса. И там мы смотрим уже по состоянию дерева, что нам нужно делать. То есть вот эти приемы мы там тоже будем применять, это понятно, это безусловно. Но мы не будем обозначать скелетных ветвей. Ну, вот здесь вот просто немножечко страшно, мне кажется. Мы обрезали так достаточно капитально эту грушу, то есть избавили ее, наверное, от половины веток. Слушай, но у нас... Мне, как садоводу-дилетанту, было бы страшно со своим маленьким хрупким таким деревцем обрезать его настолько, что вот просто оно стало в два раза меньше. Смотри, наоборот, мы могли вот эти все ветки вообще обрезать в ноль. Да? То есть, в принципе, мы произвели щадящую обрезку. То есть мы могли поднять штамп еще выше? Так мы его и подняли, потому что это не скелетные ветки, мы их уберем через несколько лет. Их не будет. Они только для того, чтобы наращивать вот этот штамп. Мы оставили все вот эти вот милые плодушечки, да, кольчатки плодовые, на которых уже было плодоношение в прошлом году и будет плодоношение в этом году. Это тоже некоторые неумелые товарищи берут и вырезают. Не понимая, что это такое. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю, что здесь вполне щадящая обрезка произошла. Здесь все хорошо. Оставайтесь с нами. Спасибо. Подписывайтесь. Оставляйте лайки и комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok